Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков навестил педагогический состав Одинцовского 10-го лицея. Почетными грамотами и благодарственными письмами наградил учителей за добросовестный труд и высокий профессионализм, а также поздравил с прошедшим днем учителя. Хочется, конечно, сказать вам самые добрые и теплые слова не только в честь прошедшего дня учителя, но и также поблагодарить за тот вклад и труд, благодаря которому вы, собственно говоря, строите мозги наших будущих граждан. Для парламентария устроили экскурсию по лицею и представили материально-техническую базу учреждения. В течение последних трех лет Одинцовский 10-й лицей находится в статусе базовой школы Российской Академии Наук и более 50 лет является флагманом в математическом и физико-математическом образовании. Являемся флагманской школой Московской области и базовой школой Ассоциации взлет по подготовке к Олимпиадному движению. Поэтому все наши планы связаны с высокими достижениями в этих областях. Лицейский центр дополнительного естественно-научного образования «Медикум» оснащен современной техникой. В мини-лаборатории ребята наблюдают за жизнедеятельностью микроорганизмов, цифровые микроскопы, выявляют группу крови и ее резусфактор, а с помощью образовательных наборов «Битроникс» учатся измерять различные физиологические показатели человека. Как он работает этот центр? Электрический ток. То есть тот импульс, который у нас создается для сокращения мышц, он очень похож на электрический ток, который течет у нас по проводам. Гордость медицинского класса – интерактивный стол Пирогова. По нему будущие доктора наглядно изучают анатомию. Программное обеспечение позволяет не только в деталях рассмотреть органы человеческого тела, но и показывает, как на них влияют вредные привычки. Здесь конкретно кожа. Мы видим название всего кожи на латыни. Также этот стол позволяет нам изучать латыни. На площадке Технолаб юные инженеры учатся работать на различных специализированных станках и создают собственные проекты. В классе робототехники ребята осваивают технологии, которыми весь мир будет пользоваться в будущем. Разрабатывают модели, печатают их на 3D-принтере, конструируют роботов, изучают программирование и прототипирование. А также постигают основы энергетики. Эта плата, она будет считывать сигналы. Нет, это я понимаю. Это как? А что в теплице происходит? Мы будем наблюдать за растениями. Подача влаги. Да, вот. У лицея есть свой парк квадрокоптеров, и ребята виртуозно владеют беспилотными машинами. Также в фойе второго этажа развернут настоящий музей науки с опытными образцами на стенах. Помогая юным гениям осваивать точные предметы, дирекция школы не забывает и о физической культуре. Занятия спортом проходят в хорошо оборудованном спортивном зале. Здесь ученики играют в такую необычную игру, как лакросс, нечто среднее между хоккеем и баскетболом. Спортивная команда лакросс возникла в лицее уже более двух лет. Это ребята седьмых-восьмых классов, которые занимаются дополнительным образованием. И связано это прежде всего с реализацией оздоровительной политики лицея. То есть ребята в лицее в основном это мальчики. И усиленная интеллектуальная деятельность требует и компенсировать в активностях. В основном в лицее, одном из сильнейших технических учебных учреждений в России, учатся мальчишки. Хотя и девчонки, увлеченные физикой и математикой, тоже есть. Кстати, приезжают сюда со всей страны. При этом педагогический состав учреждения формируется из выпускников. И на 25% состоит из бывших учеников. Конечно, очень хочется в дальнейшем развивать. Чтобы ученики, которые проходят здесь обучение, получали все самое лучшее, все самое современное. Не только с точки зрения знаний и понимания происходящих в современной жизни процессов. Но и пользуясь лучшим оборудованием и лучшими мировыми практиками. Полина Толмачевов, Эрит Харидинов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова